Эту катастрофу москвичи долгое время называли «мясорубкой метро». Авария произошла в час пик над движущимся эскалатором. Страшные слухи подогревало полное отсутствие официальной информации. Катастрофа произошла на станции «Авиамоторная» в Москве 17 февраля 1972 года. Около 17.00 вечера. Как раз в это время поток пассажиров стал увеличиваться. Люди возвращались домой с работы и работники станции включили резервный четвертый эскалатор. который 41 год назад погубил жизни большого числа людей. Из-за поломки одной из ступенек сработало блокировочное устройство и отключился электродвигатель главного привода. Машинист его время сообразил, и кнопка «Стоп» была нажата слишком поздно. Общий вес, находящийся на эскалаторе пассажиров составлял 12 тонн. И почти все они за несколько секунд образовали огромную гору тел внизу эскалатора. А дальше началась настоящая мясорубка, которая перемотала множество человеческих судеб и переломала многие человеческие жизни. Полотно эскалатора, собранное из множества дюралюминиевых ступеней, набрало такую скорость, что оборвало крепежные цепи и с еще большей скоростью поехало вниз. Люди теряли равновесие и падали вниз, скатываясь по ступенькам и прикрывая собой проход нижней в родной площадке. Люди, будучи не в силах удержаться на ногах, падали спиной вперед и съезжали к нижней площадке, где уже образовалась куча балла. На этом месте было огромное количество человеческих тел, которые штабелями падали один на другого с криками вопля и ужаса. Они расшивали себе носы, они получали большое количество ссадин. У пассажира по имени Миронов под гребенку попала нога. Вот же Миронов вспоминал, как это произошло. Я влетел в эту кучу, упал и оказался в самом низу. Меня тащило в сторону звенья в гребенке, обтирая спину. Правая нога попала под полюстраду. Потом я почувствовал, как она сломалась, перелом был открытый. Я протянул руку и насчетал острый край костей. Огромное количество людей шло туда, в сторону своего последнего пристанища. Сверху вниз выносило все больше людей. А те, кто только вошел на станцию, не понимая опасности, продолжали ступать на эскалатор-убийцу. Трагедия длилась всего лишь 110 секунд. В 17.10 вход на станцию был ограничен, а в 17.35 перекрыт. Через 10 минут закрыли и саму станцию. Поезда следовали мимо без остановок. Люди словно сошли с ума. Крики раненых, визг напуганных женщин, скрежет металла. Так же как человек, который сейчас прибежал в этот мест, многие люди, в Филипе, поняв то, что эскалатор набрал вероятную скорость, так другому не судить. А Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» со смаком описывала, как сотни людей перемалывала в журналах советских механизмов. К слову сказать, советская власть действительно сделала все, чтобы скрыть подробности происшествий. Никакой официальной информации о погибших так и не последовало. Более того, предприятиям, чьи работники погибли, было запрещено распространять информацию о них. Молчать рекомендовали и врачам скорой помощи. Несколько недель после происшествия поток пассажиров в метрополитене заметно стал меньше. Люди были всерьез напуганы. Город наполнился слухами о сотнях погибших, которые попали под жернала взбесившегося эскалатора. Скрежет колес уходящего поезда метро напоминает скрежет взбесившегося эскалатора. Надо заметить, что валы на станции авиамоторной действительно выполнены с использованием красного гранита напоминающего запевшимся крови. И до сих пор на входе метростанция авиамоторной стоят эти четыре гвоздики в памяти о том, что произошло здесь в 1982 году. Так давайте же почти в память всех погибших. Когда-то здесь 41 год назад на станции авиамоторной board-ник 한 авиамоторной successful nearly 15- прилет만 кро Pole оф улицей Курас